Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 февраля. Сегодня хочу показать вам, как выглядят мои первые томаты из самых первых посевов с первой партии, которые распекированы 10 дней назад. Почему показываю их? Потому что сегодня у них будет первый полив. И я хочу рассказать немного подробнее о поливе после пикировки. Сейчас вам покажу. Видите, томаты разные. Вот это вот. Это у нас ботяня. Видите, строение кустика совсем другое. А вот эти у нас, те, которые толстоногие и крепенькие. Вот это буян. Но тут же и Настенька, и все другие. Сейчас какие тут еще попались у меня. Вот тут все толстоногие сорта. И ботяня несколько штук. Которые я высаживала просто для сравнения, чтобы сравнить. Вот сейчас мы уже можем их сравнить. Посеянные в один и тот же день. Они выглядят немного по-другому. Этот вот такой уже разлохматился. А эти стоят маленькие, аккуратненькие. И вот про то, что они маленькие и аккуратненькие, как раз идет речь. Вот видите, уже видно очень хорошо корни, которые распространяются по всему грунту. И вот про этих маленьких и аккуратненьких. Еще раз хочу повторить, что первое время после пикировки рассада, любая рассада, хоть перцы, хоть томаты, замирают в росте. И не нужно пытаться их стимулировать. Сегодня опять прочитала несколько комментариев, которые ждут, ждут, не вытерпливают. Начинают поливать какими-то препаратами, какими-то средствами. Действия которых, как не всем известно, погибают у многих рассада. Вы видите, наверное, заметили, что я выращиваю, ничего не добавляю, ничем не поливаю, ничем не стимулирую. И я люблю, чтобы рассада росла естественным путем. Не мешайте ей, не вмешивайте свою жизнь, и она будет у вас намного здоровее, намного крепче. Так, ну я про полив. А, еще хочу показать, вот там специально поднесла перцы. Видите, вот лоток. Перцы, посеянные в этот же период, еще даже не пикировала. Поэтому у нас, поэтому я всегда говорю, что они, перцы у них более длительный период, они всходят дольше, и до пикировки в лотке у меня сидят дольше. Сегодня или завтра я буду пикировать о пикировке перца, все подробно расскажу. И еще подробно расскажу о том, что не нужно хотя бы до пикировки, и дней 7 или 10 после пикировки лучше ничем подкармливать. Но сейчас я про полив. Вот смотрите, эти томаты были посеяны 23 января сухими семенами. Посев этот не массовый, это вот небольшое количество томатов, только для теплицы с подогревом грунта и подогревом воздуха. То есть это вот такие, как бы, исключения из правил, поэтому очень ранний посев. Поэтому я для этого посева, для самого-самого первого, выбрала только толстоногих, которые не вытягиваются, и которые, ну, как бы так компактно, они не перерастают. Вот 10 февраля я их распикировала. Прошло 9 дней. Сегодня будет первый полив за 9 дней после пикировки. И я когда пикировала, я уже говорила, что я поливать не буду очень долго. 7, 8, 9 дней. Ну, неделя это минимум. Вот она, Настенька. Вы видите, что они не сильно увеличились в размере. Вот два листика. У них было два листика, просто меньшего размера. Появляется третий лист. У кого-то появляется, у кого-то появился большой, у кого-то маленький. Ну, посмотрите, что творится с корневой системой. У нее уже, у этой Настеньки, такие корнищи, которые даже до стенок, вот уже, видите, прошли. Хотя сама она, вроде бы, и не изменилась. Я об этом уже говорила сто раз, но повторю еще раз. То, что она маленькая, то, что она не увеличивается, это не значит, что она не растет. Она наращивает то, что ей необходимо в данный момент. То есть, ей нужна сильная корневая система. Не вмешивайтесь, не подкармливайте, ничего не делайте. Вот кто нарастил вот такую корневую систему, я сейчас их полью. И у них начнется все по нормальному сценарию. Будут и листики появляться. Вот видите, третий лист уже у всех появился. Они начнут расти. Но расти не так, как хочется некоторым, чтобы, видимо, прям зеленые баобабы начинали расти. Они будут расти и корневая система, и вверх. Полив нужно делать, конечно, теплой водой. Везде пишут отстойной, но я не отстаиваю, потому что у меня вода не из водопровода, из подземного источника. Источник, она у нас не хлорированная, естественная. Мне никаких обработок не нужно. А вообще, если хлорированная, конечно, люди там стараются, отстаивают как-то. Может быть, даже кипятят. Я не знаю, что с хлорированной водой они делают. Но лучше сразу из-под крана не поливать. Поливаю теплой водой комнатной температуры. Раньше всегда при поливах я добавляла немного марганцовки. Чуть-чуть для слаборозового раствора. Ну, чтобы вроде как дезинфекцию проводить. В этом году марганцовку еще не покупала. Буду поливать просто водой. Но вот что я хотела, самое главное, что сказать. 9 дней после пикировки я не поливала. И смотрела, чтобы грунт равномерно, немножко как... Ой, звонят. Чтобы грунт равномерно просох весь в стаканчике. Все, сегодня полью, и жизнь будет продолжаться у них дальше. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok